Приветствую вас, возникло у меня такое ощущение, что вы ищете, как будто бы, знаете, союзника против своей жены, вот, мы вам союзниками не будем, потому что мне кажется, что это было бы неправильно, мне кажется, что это было бы неэтично, вот, я думаю, что в первую очередь необходимо выделить тот факт, что ваша жена относится к вам, как к ребенку, и, вероятно, не чувствует себя с вами женщиной, В этом, мне кажется, вы, как таковой, не виноваты, вот, просто, возможно, это в чем-то какая-то ее проблема, возможно, это как-то, вот, происходит из ее противоречий, вот, но мне кажется, вот, что она не чувствует себя с вами женщиной, и, возможно, это является одной из основных причин, по которым она ведет себя с вами, ну, вот, так, как ведет, хотя, безусловно, это всего лишь предположение, и не более того, вот, и, ну, что вам тут, конечно, желательно научиться бесконфликтному взаимодействию, то есть научиться бесконфликтно, общаться со своей женой, вот, потому что я, ну, понимаю, что вы ее любите, ну, вот, тут, конечно, другой вопрос, как ваша любовь проявляется, и действительно ли это любовь, и чистая ли это любовь, нет ли в ней неких примесей, потребностей, вот, что касается любви вашей жены, любит ли она вас, то я понимаю ваш вопрос, но мне, конечно, хотелось бы, наверное, спросить вас, почему вы интересуетесь этой истории, почему вы интересуетесь, любит ли, любит ли вас ваша жена, почему вы этим интересуетесь, вот, если психологи скажут, что они любят, то тогда вы ей ответ покажете, вы правда думаете, что ее это преубедит, если вы так думаете, то вы ошибаетесь, ее не преубедит, она не изменится, пока не захочет сама, и сама измениться, то есть, чтобы она изменилась, чтобы она поменяла свою модель поведения, я полагаю, что именно этого вы хотите в итоге, сейчас, ну, нужно ее желание, а не ваше, и вряд ли, ну, тот факт, что мы встанем, например, на вашу сторону, да, она вряд ли этому поспособствует, вот, поэтому тут мне кажется, вы совершаете достаточно опрометчивый поступок. Если вы говорите, что есть обиды какие-то, то есть, вот, ну, жена на вас обидена за что-то, что, да, это может быть проблемой, но с обидами можно и нужно работать, то есть, можно вместе, вдвоем, обратиться на семейную консультацию и поработать, поисследовать то, что ее обидело, если обидело, вот, то есть, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего негативного, вот, то есть, это нужно поисследовать, раскрыть обиду, выразить ее, вот, возможно, тогда вашу жену отпустят. Вот, что касается того, что вас, вот, как вы говорите, любовь ломает, да, и что вы вот такой сентиментальный, то здесь, конечно, речь идет об определенных потребностях ваших, я так полагаю, то есть, то есть, речь идет о том, что вам хочется, речь идет о том, в чем нуждаетесь именно вы, вот, почему вас это ломает и почему вы можете заплакать. То есть, опять же, опять же, поймите правильно, я не считаю, что это именно что-то плохое, я не считаю, но разобраться с тем, почему так нужно. Ваша жена, она вполне видит вашу слабость, и ее это, ну, может совершенно не вдохновлять, не вдохновлять, чувствовать себя с вами женщиной, опять же, при условии, что ей, ей вот нужен такой сильный мужчина. В остальном, у меня такое ощущение сложилось, что вы требуете от нее того, чего она дать вам не может, в принципе, например, по предыдущим сексу. Если здесь, если здесь, за исключением только того, что если здесь не, ну, если тут не завязана обида какая-то. Вот. Вот мне так этот момент видится. И ее фраза это, по сути, защитная реакция на то, что вы пытаетесь, пытаетесь ее постоянно изменить и поменять, что ей, конечно же, неприятно. Вот. По поводу того, что она никогда не изменяется первой и считает, что мужчина должен первый изменяться. Ну, это, мне кажется, что это не та история, мне так кажется, что это не та история, которая меняется, это, образно говоря, сразу. То есть, вы, на мой взгляд, какое-то время жили так. Какое-то время, на мой взгляд, вы так жили. Она так привыкла. И сейчас вряд ли она будет менять свое поведение. Она может совершенно справедливо сказать, ну, ты же меня раньше таким принимал, такой принимал. Что изменилось сейчас? Почему ты перестал меня принимать? Что изменилось для тебя? И, конечно, она может подумать, что, ну, что вы, например, ее разлюбили. Хоть это и... Ну, хоть это и не обязательно. Так, на самом деле. Вот. Поэтому стыкнуть нужно осторожно действовать. Дальше. Жена под 20 лет, мне 43, жене 40. Жену люблю, не пью. Работаю инженером. Жена тоже работает в учительной школе. Вот интересно, что вы говорите про не пью. Как бы ударение делаете. Не знаю. Что? Как будто пытаетесь... Ну, выставить себя в позитивном свете. Зачем? Есть двое наших детей. Летом 18-го года что-то со мной случилось. Я влюбился заново в свою жену. Всегда любил, но тут увидел мне что-то. Все светло мне голову, влюбился в нее. В итоге стал понимать, что она меня как-то избегает и говорит, ну, что любит меня не так, как я. Ну, это нормально. Это нормально в данном случае. Что она вас, ну, не любит так, как вы любите ее. Потому что любовь проявляет все по-разному, по-разному. Любовь проявляет все по-своему. И здесь еще есть, конечно, такой момент, что время прошло. И время прошло на самом деле немало. И люди по-разному реагируют на такие вещи. По-разному реагируют на время. То есть у кого-то любовь, как у вас, может получать продолжение. У кого-то любовь может, к сожалению, только лишь затухать. Вот. И с этим, вероятно, тоже ничего не поделать. Опять же, при условии, при условии, если нет обид. Если обиды все-таки есть какие-то, как вот вы говорите. А тут все, ну, в таком случае, это полностью меняет дело. Вот. То есть вы заметили, что она вас избегает только тогда, когда у вас что-то изменилось. Оба этого вы жили нормально, она так привыкла. Мне вдруг захотелось просто прижимать ее к себе, просто посидеть с ней и так далее, как в букетный период. Ну. Ну. Вот это возникло, а у нее нет. Раньше таким не было, так как был с головой в работе. Реально раньше она такой была, как говорит, но я был другим. Ждут мне кажется, что видите, вы были в работе, а она так привыкла. Вот. Знаете, какая штука. Вот. И для нее это стало уже чем-то, чем-то вроде образа жизни. Вот. И это нормально, что для нее это стало чем-то, чем-то вроде образа жизни. Вот. Дальше. Так. Жену при этом любил всегда, налево-направо не ходил никогда. Интересно, опять же, что вы об этом говорите. Плавые отношения крайне нерегулярные. Ограничением является жена. Мне всегда нужно больше, но терплю. А почему вы терпите? То есть вот у вас, допустим, в силу, ну, в силу физиологии, в силу темпераментов, да, различные потребности в, ну, в сексе, допустим. И почему вы терпите это, собственно? То есть вот, к вам вопрос. Такой, такой. Зачем вы терпите? Это первое. Второе. Ну, предположим, что у вас больше потребностей в сексе. Хорошо. Почему вы со своей женой не сформировали свои отношения так, что она могла бы вас удовлетворять. Не обязательно классическим способом. То есть тут вот, на мой взгляд, здесь вот проявляются такие вот моменты. Моменты непроработанности ваших отношений, что ли. То есть вы просто начали терпеть. Нервничаю, конечно же, всегда, из-за чего. Иногда выпрашиваю и ругаюсь. Ну, вот видите, да, здесь такая классическая позиция жертвы, что вы терпите, а потом ругаетесь, потому что у вас копится неудовольствие, да, у вас копится недовольство и так далее. А если бы вы не терпели, а сразу бы поставили бы себя вот так, что вот мне нужно и все, да, если бы вы себя так поставили, то ситуация, вероятно, ну, была бы совсем другой. Вот, а так получается, что, опять же, ваша жена, она привыкла к тому, что вы терпите, к тому, что вы поругаетесь, и она все равно займет самым сексом тогда как-то, когда хочет она, а не вы, и все. Дальше, так. Удовлетворение от интима она получает всегда, для меня это важно, ну, это здорово, но потребностей у нее мало. Либо, опять же, интимная близость между вами нарушена. Недавно понял, что выпрашивать нельзя и перестал, что произошло. Как не расходилось, она так и не подходит, но она не переодет, если привыкла, что вы подходите. Вот, как бы, вы так отношения устраиваете. Недавно сказал ей, что, простите, я так понимаю, больше не буду, и что, что, как она отреагировала? Месячные, все 20 лет нерегулярные, а это вы к чему? Ссоры, примирения, ссоры, примирения каких-то кэшелых, короче. Это, по сути, говорит о том, что вы не вырабатываете какие-то решения, вот. При, ну, при, собственно, ссорах, то есть вы не очень хорошо отдаете себе отчет в том, из чего вы ссоритесь. К примеру, вот, то есть нет какого-то, вот, видимо, у вас понимания, почему вы ссоритесь. И когда вы миритесь, да, опять же, никаких, никаких решений не вырабатывается по факту, вот. То есть мы просто поссорились, мы просто помирились, и все. Вот. Ну, на мой взгляд, это, опять же, это так не работает. То есть не важно, кто подходит, ну, не важно, кто подходит мириться. Вы, вы подходит, или она подходит. Это не важно. Важно, что вы не вырабатываете решений никаких, когда, ну, когда ссора происходит между вами, вот. А без ссор, точнее, без, ну, без решений каких-то, ссоры просто, ну, просто, ну, просто будут повторяться. Ну, вот, это все. К сожалению. Дальше, хоть и не всегда виноват, но мирюсь всегда, я первый. Она никогда первой не мирится. Опять же, это ваш выбор. Стандартная ее фраза. Во Франции говорят, если женщина не права, настоящая мужчина просто не упрощение. Ну, это, по сути, прикладывание ответственности и их, и вы, что интересно, вроде как с этим согласны. То есть, вы принимали ее, принимали и принимаете такую ее позицию. Речь не о том, хорошая, хорошая эта позиция или нет. Речь не о том, правильная эта позиция или нет. Речь не об этом. Речь о том, что эту позицию вы сделали реально тем, тем, что, ну, тем, что подкрепляли ее у своей жены. Вот. И жена, к ней, понятное дело, она так привыкла, она не привыкла извиняться, теперь для нее это унижение. Вот. Что здесь вполне естественно. На мой взгляд. Дальше, в общем, взоры чаще всего из-за того, что она мне либо что-то сказать нехорошее, или когда отсутствие интима, меня крыши сносить начинают. Ну, когда она вам говорит что-то нехорошее, тут важна ваша реакция. Именно. На этом что-то нехорошее. Потому что получается, что вы их как-то вот воспринимаете, ну, негативно то, что она вам говорит, а это особенность вашего восприятия. Вот. Если вас это задевает. И нужно поисследовать, чем вас это задевает и, собственно, почему вас это задевает. А что касается интима, то, ну, тут опять же, так ваши отношения сложились. То есть, она знала, что, она знает, что вы будете просто терпеть. Вот. И, значит, знает, она не, ну, не делает ничего. Потому что, а зачем что-то делать, если вы все равно как бы совсем согласитесь, все равно вы как бы все примите. И все равно вы будете с ней, и она, наверное, уверена, что вы никуда от нее не денетесь. В принципе. Вот. Дальше. Так. Самоудовлетвориться. Могу, конечно же, это абсолютно не то, что эмоционально получить интимность с женщиной. Для меня это так. Это нормально. Иногда вы найдены знания, по крайней мере, только край совсем. Но, опять же, это нужно женой было обсуждать изначально. И как, вот как у вас все это образовывалось, это нужно выяснять. Вот. Часть фраз произнесенных ей, начиная с июня восемнадцатого года. Ну, это я читать не буду, потому что об этом я уже сказал. Вот. Моей жизнью не интересуются разговоры по минимуму в WhatsApp и ее послания не читать. Понимаете, в двадцать лет я что-то сделал сейчас. И так как она не знает, я вспомни про то, как я обидел ее. Но она молчала, ничего не говорила. Ну, тут, еще раз, тут нужна индивидуальная консультация. Именно вот, ну, как бы семейная консультация во собой, чтобы понять, о каких обидах идет речь. Либо вы можете вместе с психологом сами поисследовать. Как учитель средней школы, она постоянно работает дома тоже, по вечерам, по ночам, по утрам. И так уже год. Я говорю ей, что это нормальная нагрузка, она сказала, что ей нравится так работать. Ну, очевидно, что она избегает близости с вами. После работы она с детьми играет, спит сыну. Страшив, когда вместе будем спать, получаю ответ, что ей сыном надо это стать. Ну, я бы сказал, что здесь нужно оперировать к тому, что очень вредно стать сыном. Вот, очень вредно. То есть это сделает его, ну, вот, ни много, ни мало, а совершенно практически не приспособленным к жизни. Вот. И она, видимо, это делает специально, чтобы вот в некоторой степени получить мужчину, который полностью от нее зависел, возможно. То есть ей вот это, вероятно, нужно. Ей нужно, чтобы мужчина от нее зависел. Вот. Она в этом нуждается. Вероятно, она этого хочет. Ну, мне так видится, конечно. Но в целом, в целом, это очень негативный аспект, что она спит с сыном в 8 лет. То есть это, вот. И опять же, и опять же, вы здесь не отстаиваете свои позиции. Знаете, какая штука? То есть вот у меня такое ощущение, что да, вы что-то говорите, да, вы высказываете недовольство, но вы не отстаиваете свою позицию. Именно не отстаиваете ее. А это очень важно, чтобы вы именно, именно свою позицию отстаивали. То есть, чтобы вы настаивали, чтобы вы говорили, что я хочу спаться с твоей женой и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Как бы там она на это, к примеру, не реагировала. Вот. Так, получается, что вы сказали, она что-то сказала в ответ и все успокоилась. Вот. Вот. И вот к вопросу о том, любит ли она вас, да, вы выражаете свои чувства, что вы хотите того-то, 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 того-то. Она, она как-то на это отреагирует. То есть она, ну, она будет вынуждена, она будет вынуждена отреагировать как-то на ваши, ну, на ваши заявления о чувствах. Понимаете, она будет вынуждена это сделать. И вот именно по ее реакции, ну, вот именно по ее реакции на выражение ваших чувств, вы можете, собственно, и понять, любит она вас или нет. Важны ли ей ваши именно чувства или нет, чтобы не гадать. А, дальше, еще, антинаучно, тем не менее, я скорпион, она в удалении. Ну, это не к психологам. А, так, вопрос, спрошу вас по тексту. Так, эсмана говорит, что любит, но по-другому. Ну, пока что она просто боится близости, и пока что она ведет себя просто как ей удобно. Понимаю, ответ очевиден, нет, ответ не очевиден, потому что тут есть обиды, там есть обиды, ответ не очевиден. Эсмана говорит, что у меня сложный и сентиментальный. Ну, сентиментальный характер, это не сложный. Сложность, это противоречивость. Противоречивость и нужно работать. В случае обиды могу заплакать, из-за чего? То есть, как бы, это детская реакция. Вот, мне нет ничего плохого, но ее, как бы, нужно о-взрослеть. Никогда не замыкаю себе максимум на один день, потом начинаю сломать меня, я иду мириться сам. А вот, что вы вкладываете, эм, что вы вкладываете в это, ну, вот, в это понятие, что меня начинает ломать, вот, что вы вкладываете в это? То есть, ну, просто хотелось бы, э, несколько, э, лучше вас понять, что вы имеете в виду под ломать. То есть, вы испытываете, э, острую нехватку, э, чего-то, э, или, э, или что. Дальше, вероятно, это моя слабость. Ну, это ваша слабость для вашей, для вашей жены, я боюсь, да, это, это вот действительно выглядит, как слабость, слабость. Ну, именно это выглядит, как слабость для вашей жены. То есть, она, возможно, э, считает, что вы не мужчина. Так ему, э, ну, из-за этого она может, может, э, считать, что вы не мужчина. Вот. Хотя, это, конечно, мое предположение. В целом, чувства слабостью быть, конечно, не могут, но вопрос в том, чего хочет ваша жена. А, кстати, а вы вот у нее вообще спрашивали, что она хочет и какого она видит рядом с собой. Вот. А вы пишите, в остальной жизни я суровый, не терплю доминации над собой. Ну, вот, э, это, возможно, компенсация. То есть, ваша суровость, она, очевидно, не является такой вот, что прям, естественный. Мне так показалось. Потому что если бы ваша суровость была естественной, то, ну, вы бы не испытывали такой, такого контраста, да, и вам было бы, ну, гораздо легче, вот, что мне видится, ну, мне видится история, мне видится такой, примерно, мне видится примерно так, вот, такая история, вот, так что, тут нужно, может быть, тоже привести к такому, некому, некому общему номинатору, да, чтобы вы были, ну, ну, чтобы вы были стабильны, то есть, чтобы вы были, чтобы не было такого сильного контраста, контрастом, вот, я, я думаю, я думаю, по крайней мере, так. На этом все, я надеюсь, что мой ответ вам помог, значит, вы пишите, что любовь вас сломает, все, то есть, сломка здесь, я так полагаю, используется в контексте потребностей, то есть, вы себя, как-то чувствуете, очень уязвимым, вот, ну, с этим разобраться, опять же, можно вам помочь. Я надеюсь, что мой ответ был полезен, если вам понравилось, вам буду благодарен, за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.